Здравствуйте, меня зовут Елена Коваленко, я эксперт в области продвижения бизнеса MLM. Сегодня я расскажу вам такую тему, как же правильно продвигать свой бизнес в интернете, как правильно его рекламировать. Скажу вам, что мы используем очень много методов, но сейчас есть основной метод, который приносит больше всего партнеров в нашу команду. И сейчас в нашей структуре более 40 тысяч человек. Итак, что же это за метод рекламы? Итак, самое первое, конечно же, вы идете в социальные сети. И самая лучшая социальная сеть, самая популярная на данный момент, это Инстаграм. В всяком случае, мы выбрали именно ее. Что самое первое вы должны сделать, настроив в социальную сеть Инстаграм? Конечно же, правильно оформить свой аккаунт. Если вы этого не сделаете, то вы просто потратите время и сольете бюджет. И все дальнейшие манипуляции будут просто бесполезны. Как это сделать правильно? Ищите на моем канале видео, в котором подробно я все рассказываю об этом. Второе, что ты должен сделать, это подключить сервис автоответов в директ. Что это такое? Когда на тебя подписывается человек, ему автоматически приходит сообщение. Это очень экономит твое время с предложением о бизнесе. Ведь этот человек уже заинтересовался тобой, а значит ты можешь заинтересовать его своим предложением. Мы, например, используем сервис Лидфит. Но также есть очень хороший сервис Промофлоу, поэтому ты можешь выбрать любой, который тебе подходит. Ссылочку на сервис Лидфит ты найдешь под этим видео. Это мой тебе подарок. Третье, ты настраиваешь контент-план. Что же в него должно входить? Самое первое, ты должен расписать контент-план на неделю. И этот контент-план должен состоять, ну как минимум, из трех разных вариантов. Первое, это продающий пост. Его мы размещаем два раза в неделю. Для чего он нужен? Для того, чтобы предложить человеку свой товар или услугу. Итак, структура продающего поста. Первое, это само собственное предложение. Второе, это срок, в который это предложение действует. И третье, конечно же, призыв к действию. Напиши, купи, нажми и так далее. То есть человека это должно привезти куда-то, где он сможет получить этот товар или услугу. Следующее, это развлекательный пост. Он нужен, чтобы вовлечь человека во взаимодействие и развлечь его. Что вы рассказываете? О своей семье, какой-то юмор, какой-то стеб. Можете устраивать розыгрыши, игры и всякое такое, то, что развлечет человека. Третий вид, познавательный. Когда вы даете свою экспертность и она полезна людям. Например, вы записываете видео или проводите какой-то опрос. Отвечаете на вопросы, даете какие-то технические характеристики человеку и так далее. Четвертое, это фотографии и их качество. Когда человек приходит в инстаграм, самое первое, на что он обращает внимание на самом деле, это фотографии. Поэтому, если с этим у вас проблема, то человек дальше не подпишется на вас, не будет за вами следить. Вы ему станете просто неинтересными. Научитесь, пожалуйста, обрабатывать фотографии. Благо, сейчас очень много разных инструментов для этого. И только тогда, когда вы привлекете его яркими, сочными фотографиями, не обязательно, чтобы они были в одном стиле, потому что сейчас популярна яркость и сочность. Только тогда он подпишется на вас и зайдет и почитает, что же за пост вы предлагаете человеку под этой фотографией. Следующий пункт, это реклама. Да-да, платная реклама. Но если ты хочешь добиться в бизнесе чего-то значимого, где-то нужно и вкладываться. Реклама, двигатель, продаж. Поэтому, если у тебя хорошо оформлен профиль, есть яркие сочные фотографии, ты можешь ждать рекламу и к тебе придет много-много людей. Это будет дополнительное вливание в твой бизнес. Благо, сейчас очень легко рекламировать свой пост. Под постом вы нажимаете кнопочку продвигать, ложите, ну, к примеру, 100 рублей и тысячи человек увидят ваш продающий пост. Следующий момент, это, конечно же, канал YouTube. Это то, что я рекомендую вам применять и это то, что приносит нам огромное количество хороших партнеров. Многие люди сейчас даже намного меньше смотрят телевизор и намного больше смотрят YouTube. И 87% всей интернет-аудитории тусуются именно на канале YouTube. Поэтому я рекомендую вас открыть свой канал и показывать на нем свою экспертность. Это повышает лояльность аудитории к вам. И это привлекает к вам огромное количество новых партнеров. Они, скажем так, подсаживаются на вас, на вашу экспертность, в хорошем смысле этого слова. Начинают смотреть ваши видео и впоследствии очень большое количество может стать вашими партнерами. Если вы хотите узнать больше об этом, то смотрите наши обучающие видео на нашем канале. Седьмой очень популярный метод, который работает сейчас как ничто другое, наверное, это прямые эфиры. Прямые эфиры это то, где вы можете показать себя, выразить свои эмоции, показать свою экспертность. Текстом и какими-то фотографиями, какими-то видео вы так не сможете передать себя, как через прямые эфиры. Поэтому раз в неделю обязательно проводите прямые эфиры, минимум раз в неделю. И показывайте всего себя красивого. Кстати, к нам после каждого прямого эфира, будь то Инстаграм или ВКонтакте, приходят новые очень хорошие партнеры. Следующий метод это, конечно же, автоворонки. Их существует огромное множество. В соцсетях, в мессенджерах, в email маркетинге. Мы используем многие из них. И это дает очень хороший результат. Этот метод мы даем нашим партнерам. Но здесь обязательно нужно записывать видео. Это то, о чем говорилось в предыдущем пункте. Без этого автоворонки у вас работать не будут. Итак, я рассказала вам о том, что сейчас работает у нас. То, что сейчас работает на современном рынке продвижения MLM бизнеса. Обязательно составьте себе план, что вы уже используете, что собираетесь внедрить. И самое главное, внедряйте. Помните, идея работает 72 часа. Поэтому успейте ее внедрить. Обязательно напишите в комментариях, что вы уже используете. И что вы планируете внедрять. Если вам видео понравилось, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на наш канал. И всего вам доброго. До встречи, друзья.